С 1 января 2019 года в законодательство налоговой службы были внесены изменения. Они касаются формы подачи заявления для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Новая форма подачи заявлений не только освобождает от необходимости лично обращаться к специалистам, выстаивая очереди в налоговой инспекции, но и от уплаты госпошлины. Максим Швец расскажет подробнее. Век современных технологий электронный документооборот с каждым днем становится все актуальнее и востребованнее. Еще в 2018 году при регистрации индивидуальных предпринимателей или юридических лиц необходимо было платить госпошлину. Согласно налогового кодекса, статье об оплате госпошлины, при регистрации юридического лица уплачивается государственная пошлина на 4000 рублей. При регистрации изменений в сведения юридическом лице, об учении документов юридического лица и закрытия юридического лица, госпошлина была в каждом случае по 800 рублей. При регистрации физического лица качества индивидуальных предпринимателей госпошлина оплачивается в размере 800 рублей, при закрытии 160. С 2019 года начали действовать поправки в налоговом кодексе. И теперь индивидуальные предприниматели, а также юридические лица освобождаются от уплаты этих госпошлин. Но только при наличии электронно-цифровой подписи. Вы, как будущий предприниматель, сидите дома у себя в квартире или в офисе, решили вынести изменения о себе или же зарегистрироваться предпринимателем. Сидите дома, используя электронную подпись, скачав специальную программу, размещенную на сайте налоговой службы, и отправляете документы в электронном виде к нам, и нет необходимости приходить. Еще один значительный плюс, помимо отсутствия госпошлины, вас освобождают от необходимости нотариально заверять документы, на что ранее требовалось и время, и деньги. В случае возникновения каких-либо вопросов по нововведениям, специалисты Лабутнанского отдела налоговой службы готовы проконсультировать вас в рабочее время по телефону 2-30-72 или 2-30-66. Максим Швец, Кирилл Сементьев, программа «Время местное».